В общем, есть разница между богословием сознания и богословием мышления, существенным. Дело в том, что мышление, опять же, я адресуюсь к некой аналогии к тому, как мышление присутствует у нас. Мы всегда начинаем с того, что мы имеем, с некой данности, которая нам доступна. От некой ситуации, которая нам известна, к тому, и пытаемся восходить к ней в предель. Как Николай Кузатский нам предлагает, некое предельное, в предельной метафоре пытаемся восходить к тому, как могло бы быть для абсолютного субъекта. И вот мышление наше отделено от восприятия. И вообще говоря, именно мышление является той средой, в которой мы являемся свободными. То есть мы в мышлении. Можно даже было сказать так, что человек именно с помощью мышления отличает себя от природы, от животных и прочего. Именно мышление – это и стихия свободы, как говорит Гегель. У Аристотеля Бог является мышлением, у Гегеля Бог является мышлением. Почему это так? Потому что они не отличают мышление от сознания, и у них единственный способ восхождения к Богу есть только способ через мышление. Потому что понятно, что Бог не дан через восприятие, через ощущение Он не дан. Ну, кроме переживания. Но потом переживания мы отдельно обсудим. Просто переживание Бог не дан содержательным. Если мы хотим обратиться к Богу к какой-то определенности, к чему-то содержательному, мы должны пытаться это делать с помощью мышления. Поэтому доступ к Богу есть только через мышление. И получается, что и доступ к Богу через мышление, и способ постижения его через мышление. И получается, что Бог становится понятием. Бог становится лучшим случаем, лучший способ, каким можно выразить это, что Бог есть понятие, это сказать, что Он просто и есть само мышление. Потому что если Бог есть понятие, то он получается чем-то таким, ну нельзя уже к понятию отнестись как к этой личности, правильно? Понятие это своего рода все-таки определенного рода объект, да, и никаким образом понятие не сделать субъектом. Поэтому субъектом можно сделать только мышление, да, как, то есть взять Бога как целостность, способность. Тогда вот возникают две версии, каким можно говорить о Боге. Да, вот версии Аристотеля и версии, ну будем брать Гигеля, да, для того, чтобы брать более развернутые возможности. Может, 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 упускаться как бы в богословие, там, наверное, может, было брать какие-то там и какие-то частности. Ну, просто возьмем его в том вот различии, которое существенно с точки зрения мышления. В чем различие состоит? У Аристотеля Бог рядоположен миру. То есть мир и Бог сосуществуют, да, они сосуществуют предвечно. Не это, Бог не создает мира, да, и, как бы, он существует рядом с миром, но от мира отдельно. И Бог, поскольку мир точно так же является чем-то несовершенным, да, а Бог является благом, да, является совершенством, то отношение между Богом и миром состоит в том, что Бог замкнулся на себя, на свое мышление, он является мышлением мышления, а весь мир стремится к Богу с мыслицей любой причины. То есть весь мир, как бы, вот, он стремится к благу. Вот такое простое представление. Почему Бог, у Аристотеля, замкнулся на самого себя? Потому что если Бог, как мышление, мыслил бы нечто несовершенное, то он бы точно так же был бы несовершенным. Потому что оставаться совершенным Бог может только в том случае, если он мыслит совершенно. А единственным совершенным в мире, да, является он сам. Поэтому, как бы, Бог мыслит себя, чтобы оставаться совершенным, да. Вот он замкнулся от мира, мир существует отдельно несовершенный, он стремится к Богу, но тем не менее Бог, как бы, живет своей какой-то божественной жизнью, да, блаженной. Блаженная жизнь Бога, она состоит в том, что Бог мыслит самого себя, и вот в этом, в неком покое находится, такой замкнулся. Точно такое же представление есть, скажем, у пикурийцев, да, и пикурийские боги точно так же. Они живут в междумериях, они никак не вмешиваются в этот мир, никак не влияют на жизнь людей. Почему? Потому что, если бы они влияли и вмешивались в жизнь людей, они бы нарушили свою благую жизнь, потому что, ну, возились бы там со всякими дрязгами, да, людскими там, и теми всякими конечными вещами, которые есть в мире. И они этим не занимаются, они только блаженцы тут никаких там особых пространств. И тоже точно так же замкнуты на себя. Иначе всякий раз, когда возникает представление о том, что Бог предоположен миру, всякий раз Бог замыкается от мира, да, в лучшем случае Он является для этого мира благом. Но, тем не менее, мы понимаем, что вот в таком представлении, что Бог является чем-то несовершенным как бы с внешней позиции, поскольку мы всегда можем соотнести Бога и мира. Поскольку Бог как бы и мир, это существующий, это положено, да, они взаимно соотнесены. И получается, в отрицательном смысле Бог является чем-то несовершенным, поскольку Он предпринимается как отрицание несовершенного мира. То есть вот эта вот предоположность Бога и мира, она вот как раз преодолевается в христианском богословии. Скажем, ну, или там философия республики, это гидрид, да. Получается так, что есть некое предвещение сначала существования абсолютного Бога, которому ничто не предоположено. Нет никакого мира, который был бы его предоположен. И потом возникает мир, да. Ну, каким образом он возникает? Он не может возникнуть ни из чего, кроме как его сотворил Бог. Да, Бог творит его из ничего. То есть мир нечто вторичное, да. Мир является творением Божьим. И в силу того, что Бог не может сотворить второго Бога, потому что Бог мог бы сотворить мир совершенным. Но для того, чтобы это сделать, он должен был бы по самому самому замыслу, он должен был бы сотворить его таким же, как он сам. Потому что единственным совершенством абсолютным является он сам. Поэтому, конечно, мир творит максимально совершенный, но не такой, как он сам. Если бы он сотворил мир таким же, как он сам, то он сотворил бы второго Бога, и было бы не один Бог, а два. А два Бога – это противоречие. Почему противоречие? Потому что они друг друга бы ограничили, и Бог бы не был всемогущим, и прочее, не был бы совершенным. Поэтому Бог один, он творит мир, который не является Богом, значит, мир является несовершенным. То есть Бог творит несовершенный мир. Несовершенный почему? Потому что он не такой же абсолютный, как Бог. В относительном смысле несовершенный. И поэтому в мир заранее заложено вот это вот зло в виде вот этого некого недостатка, что он не такой же, как Бог. То есть мир изначально злой, в нем изначально заложен вот этот изъян. И этот изъян просто потом в человеческой природе просто еще раз проявится. Он проявляется везде, во всем мире проявляется. Древние об этом говорили так, допустим, гностики или вообще отечественная философия говорила об этом так, что материальность это в принципе есть зло, само материальное зло. Они говорили soma sema, что тело это гром, в котором покоится духовно. То есть бог изначально есть нечто духовное, он сотворяет нечто, вот мир какой-то. А мир на самом деле находится возле, потому что в нем есть материальность. И, ну если брать уже гностиков, то там как бы еще более усугублена ситуация. Там получается, что мир вообще творит демюрк, злой демюрк. Почему? Потому что он как-то пленяет наши души каким-то способом. И создает тела, да, и в эти тела он помещает нас как в тюрьму, да, или там клетки гроба, коробки гроба. Мы как бы в гробах томимся, да, и освобождает нас потом, там обратно идет, что есть как бы, а наоборот, настоящий вот этот бог, да, добрый, да, и вот он нас потом освобождает через Иисуса Христа. Вот такая есть такая логика, да, что на самом деле мир изначально злой. И что вообще представление о злом мире, вот такое гностическое представление, оно в древности, оно очень было характерно. Так вот, если вдуматься, да, вот о том, что, сейчас как бы, если мы пока сейчас обсуждаем весь разговор как бы в рамках богословия мышления, потому что только в мышлении можно мыслить о том, что бог творит мир как нечто вне его, потому что если бы это было бы сознание, то сознание нельзя никуда во мне-то выйти. Сознание как бы все сразу дано, да, и сознание нет вот этого выброса во мне. То есть мышление, оно может относиться к чему-то внешнему. Если мышление понимать как творческую способность, оно именно создает мир как иное, да, самого себя. То есть, допустим, вот если бог как мышление, он творит мир, и он его делает иным, да, он его как бы рядом с собой кладет, да, как бы нечто как второе, да. И получается такая странная ситуация, что бог создает мир некий, да, несовершенный. И поскольку мир является его творением, то он ответственен за то, что он несовершенный. Бог, получается, является причиной зла. Причиной зла. То есть причиной того, что... Почему зла? Потому что несовершенство мира – это и есть зло. И для того, чтобы это зло преодолеть, возникает вторая стадия, которая связана с тем, что бог пытается преодолеть это несовершенство тем способом, что входит внутрь этого мира, его одухотворяет. То есть получается, как бы бог хочет довести мир до самого себя, поднять его до самого себя. Ну, в богословии христианском это об этом говорится так, что бог входит в человека, да, и хочет, чтобы человек... И тем самым, что бог как бы спускается в человека, там, поднимает человеческую природу до божественной, да. И вся цель, собственно, христианства состоит в том, что человек, люди должны обожиться, да, то есть вознестись к богу, и путь от ним указан, да, что поскольку бог вошел в человека, поскольку был в богочеловек, поскольку как бы и человек теперь имеет путь, да, каким образом через Христа он может обратно подняться к богу. Ну, это просто специально как бы дало аналогию, потому что показывает, как это в христианстве. Мы занимаемся теологией, да, и поэтому мы можем обсуждать это не на базе человека, а просто на базе обыкновенного мира, да. А вот бог входит в мир, зачем? Но он несовершенный, он теперь ответственный за то зло, которое он совершил. Как вот говорят, что, если мы ответственны за тех существ, которых приручили, да. Если бы бог, как у Аристотеля, не создавал бы мир, а мир был вместе с ним рядом положен, то есть был бы бог и мир, и они были оба предвечены, то тогда он бы не был ответственен за мир, и он бы мог просто замкнуться на самого себя и находиться в этом блаженном состоянии. Он бы был как бы мир сам по себе, бог сам по себе. Но здесь он не может быть сам по себе, потому что он именно сотворил мир, да. Не было мира, он взял его, зачем-то сотворил. Я в прошлый раз как-то, по-моему, говорил, что это первая проблема, которая связана с тем, зачем бог вообще мир творит. Ведь он совершенствован, он не может сотворить такое же совершенство, как он сам. То есть в том, что бог сотворяет мир, уже есть парадокс. Он не должен был бы его сотворить. Но богословы, поскольку они не знали другого способа, как им описать отношения бога и мира, а мир, вот он перед нами, и мы знаем, что он есть, они могли только такое отношение понять, что бог творит мир из ничего. Им просто ничего другого, никакой другой возможности не оставалось. Мы-то понимаем, на самом деле, если мы различаем мышление и сознание, что можно понимать это отношение тем способом, что мир в боге изначально. Поскольку если бог есть сознание, то вне сознания ничего нет, то мир изначально в боге. И бог мир никакой не творит. Он просто, что мир в боге, как часть бога. Бог есть сознание, и мир тоже в боге, как часть бога. Так вот, если теперь продолжать опять же вот эту логику движения богословия мышления, то вторая стадия после того, как бог сотворил мир, хотя здесь уже парадокс есть, он же не имел права его сотворить, он не имел права, нет, иногда говорят, не права, а что парадокс есть, что бог творит зло, будучи благом. Хотя он не мог бы этого сделать. Почему зло? Потому что он не творит несовершенный мир. Второе возможность, да, в богословии, опять же, это же проблема того, что бог творит мир, и что в мире есть зло, это же проблема. Можно было бы это оправдать, давайте в это тоже немножко доведемся, да, это тем способом, как делают богословы, что бог не мог мир не сотворить, потому что он является актуальностью всех своих возможностей. И сотворить мир была такая возможность, и просто она стала актуальностью. Это первая возможность. Вторая возможность, можно было бы сказать, что бог творит мир из любви, да, что вот, что если у бога есть потенция, и эта потенция не реализуется, да, то это означает, что, ну, как бы в наших терминах, если мы живы, как бы, какой некий вроде эгоизм, да, то есть бог творит, то, что бог вообще всего творит, да, это означает, что он вот именно является любовью, что бог есть любовь, и вот он творит мир. Дает возможность осуществиться вот некоторым возможностям. Ну, это объяснение, на самом деле, они не достигают результата. Почему? Ну, потому что, независимо от того, как бы мы пытались объяснить причину того, что бог творит мир, все равно остается незыблемым, что бог, как благо, творит злой мир. И тут ничего сделать нельзя. И он ответственный за это зло. Тогда вот в те децеи, как раз которые пытаются оправдать мир, да, оправдать тот факт, что мир сотворен злым, возникает ситуация, что зло только от человека. Что вот человек, поскольку он сотворил свободным, он творит по своему произволу зло. А бог изначально там, мир сотворил благим. Ну, мы показали, что это невозможно, бог изначально сотворил благим. Но можно было бы как-то пытаться все зло свести на человека, если бы даже так рассуждать. Но, тем не менее, здесь опять же не проходит такое оправдание бога. Почему? Потому что бог сотворил человека. То есть бог сотворил такое существо, которое может творить зло. И это означает, что он точно так же участвует в этом зле, которое творит существо, которому он дал жизнь. Если бы мы сотворили никого рода роботов, которые бы творили зло, мы бы точно так же были бы ответственны за этих роботов. Это не важно, что эти существа свободны или не свободны. Это тоже вторичное. Просто, конечно же, если бы мы сотворяем роботов, мы не можем их сделать свободными, потому что мы конечные существа. Но у Бога больше власти, у Бога больше возможностей, и Он сотворил их свободными. Вот, и не слышал про такой вот, что президент, он на самом деле, хороший, он просто не знает, ему не говорят. Не слышал? Президент, он хороший, просто ему не говорят. Я понимаю, только мы же рассуждаем, просто рассуждаем, это же общий рассуждение. Да нет, я же просто шучу по поводу того, что та же самая логика распространяется и в отношении к властью. Я все время считаю, что она что-то там не знает, не ответственна, и она на самом деле хорошая. Если же где-то зло творится, она-то не виновата. Это перегибы на местах. Не, я не вижу синологии, кстати. Не видишь? Ну а как? Бог ответственный за то, что творит. Точно так же верховная власть ответственна за то, что творит. Но верховная власть, она же не Бог. Она что-то может контролировать, а что-то нет. А Бог, он абсолютно существует, контролирует все. Если ты скажешь, что Бог чего-то не контролирует, это тем самым... Аналогия в том состоит, что если власть такая, что она не знает чего-то, она и есть плохая. Понимаешь? Так и Бог как бы не может не знать, что творят, допустим, несовершенно что-то, не может не знать, как воздействие на это приведет. Да, именно так. Да, именно так. Вот эта вот аналогия уже верна. Действительно так и есть. Именно поэтому Бог и творит злой мир, и Бог ответственный точно так же и за зло, которое творят люди. И получается, что вот в богословии мышления Бога оправдать невозможно, и никакая теодицея не может оправдать Бога. Бог сотворил злой мир, сотворил людей, которые могут творить зло. И он полностью ответственный за зло это. Неважно, представляется ли он господином или отцом, он за все ответственный. Вот, например, даже если взять хороший пример с отцом, да? Отец ответственный за то, что творят свои его сыновья. Даже если сыновья имеют свободу воли и так далее. Он все равно берет на себя за все это ответственность, если он настоящий отец. Но, в общем, в любом случае, богословие мышления, оно оказывается вот в таком замкнутом кругу, и оно из него никак выйти не может. Единственным способом выйти из него, это вот перейти на некое другое основание. А другое основание состоит в том, что Бог не творит мир, как вот рядом с собой нечто, да, как нечто иное. А что Бог и мир – это одно и то же. Но не в том смысле, что мир равен Богу, да, это был бы пантеризм. А в том смысле, что мир в Боге. То есть мир находится в Боге, да, вот как в нашем сознании нечто находится. То есть так же в сознании Бога присутствует, находится мир. И, собственно, мы, как сознание, составляем просто счастье сознания Бога. А я говорил тогда, вот, пытался объяснить по поводу, там, фокусного сознания и периферии, то можно было бы сказать так, что поскольку в нашем сознании, вот, есть фокусное сознание, да, это то, что относится к вниманию, да, есть периферия. То есть так же и у Бога, да, вот есть центр, там, как бы, бытие, да, есть, как бы, отдаление от Него. И наше движение, то движение, которое называется гриппопадением, да, и то движение, которое называется возвратным движением к Богу, это вот не что иное, как удаление на периферию и возврат, обратно, к ценам. То есть мы никогда не порываем связи с Богом. Мы постоянно находимся в Боге. И весь мир находится в Боге постоянно. И мир точно так же совершенный, поскольку Бог совершенный. И все эти, вот, вынужденности, да, связи Бога с чем-то иным, в чем тут вообще проблема-то, да, что Бог вынужден связываться с чем-то Ему иным. Бог сотворил мир, а оно как иное. И Он должен теперь с этим иным возиться, да. Тем самым я уже говорил когда-то, что Бог для того, чтобы оставаться совершенным, должен соотноситься с совершенным. То есть как вот у Аристотеля, Бог мыслит самого себя, и Он является постольку совершенным, поскольку Он мыслит совершенно, то есть самого себя. А тут Бог мыслит несовершенное, и с этим не совершенно соотносится и возится. То есть Бог сам становится несовершенным. Бог не просто творит зла, получается, а Бог и сам зло. Потому что соотнося с мыслью зло, и злое, Он сам становится злым. То есть вообще тут парадокс на парадоксе, получается. Что вот вообще это богословие мышление, оно просто разваливается на глазах. Независимо там, как мы читаем, там святых отцов не читаем, если излагается именно версия богословия мышления, то она не удается. Ну, тут важно просто заметить, что реальное богословие, оно не таково. Почему? Потому что все-таки оно, раньше мышление не отличали от сознания. И поэтому оно одновременно и богословие мышления, и богословие сознания, и там вот эта грань, она не присутствует. И поэтому иногда рассуждают, опираясь на богословие мышления, а иногда незаметно переходят на богословие сознания. Потому что в богословии постоянно присутствует тезис, что все находится в Боге, что все аду отворено. Эта тезис очень важна. С точки зрения богословия мышления, ты понимаешь с тем, что Бог вступил в мир. Я, как я говорил, это почему Он вынужден вступить в мир. То есть, получается, здесь даже, опять же, это вот философия нужды. Он вынужден вступить в мир. Бог, который сначала творит мир несовершенным, а потом вынужден с него вступить, чтобы довести его до совершенства. Но тем не менее, они понимают, что Бог находится в мире, как Дух, и вот Он одухотворяет весь мир. А философия сознания понимается тем способом, точнее, богословие сознания, что Бог всегда в мире присутствует. Он всегда, мир находится в Боге, и просто Дух Божий, Он просто всегда в Нем находится, и во всем присутствует. Просто с разного рода интенсивностью, как вот в сознании, да, есть средоточие какое-то, да, больше интенсивности, да, есть как бы менее интенсивное, есть периферия, есть центр, да, и вот между ними есть и граника. Вот этот парадокс, на самом деле, да, я его, кстати, давно уже заметил. Просто я его пытался излагать, но как бы никому это было неинтересно. А теперь есть, я просто не знал из него выхода. Получалось, что Бог творит зла, и это получалось, что, в принципе, это изначальное противоречие, что Бог должен был бы оставаться благом, а творя зло, он тем самым становится злым, да, вот, а это просто, не надо воспринимать, что Бог злой, да, это надо воспринимать тем, что просто построение неверное, да, что изначально в построении существует вот это вот противосмысленное, да, это противоречие, что Бог благо, но творит зло, это просто означает, что построение неверное, что оно противоречивое. Я просто не знал, куда, как это выйти из него. То есть я просто не видел возможности. Тут можно сколько угодно сейчас пытаться обсуждать детали, да, как это обсуждается в разного рода системах, да, в богословии. Это несущественно, потому что у нас есть некая необходимость мышления. И мы не можем эту необходимость мышления избежать. То есть все остальные детали, они на самом деле будут просто дополнять какие-то, высказывать некие частности. Все равно вся вот эта конструкция мысленно, она останется, как она есть. То есть и так же, как у Гегеля, на самом деле, доведенная до конца философия мышления. Потому что философия Гегеля, именно можно так и назвать философию мышления. Она приводит к тому, что на вершине стоит некая логика. Потому что сущность мышления, в итоге, оказывается логика. И вот эта логика, это и представляет собой у него абсолют. Вот некая такая логика, которая изложена у него в науке логики, в своей чистоте. Это и есть как бы Бог, который существует вне пространства и времени, в некой своей чистоте. Опять же, если мы возьмем философию Гегеля, интересно у него получается. Мы уже это тоже обсуждали. Зачем Бог, будучи совершенно в своей логике развитой, логика Бога, она же сразу раскрыта во всех своих деталях, во всех своих частностях. То есть она как бы развернута. Зачем эта развернутая логика вступает в мир? Зачем возникает история? На самом деле у Гегеля ответ на этот вопрос не найти. Можно было бы это обсуждать тем способом, что вот эта логика Божественная изначально развернута как бы бессознательно, и Бог не знает самого себя, и потом через историю приходит к самому себе. Но это просто означало бы, что Бог не является Богом. Потому что Бог, бессознательный Бог, это просто парадокс, опять же, да, просто парадокс с другой стороны. Бог, будучи абсолютным знанием, он сам себя не знает. Но это просто ошибка изначальная. Ну, я еще раз хочу сказать, что Гегель так не рассуждает. У Гегеля нет ответа, почему Бог входит в историю, почему вообще существует история. Это вообще не по нему. Она почему-то типа есть, и ничего тут сказать нельзя. Или тут можно какой-то придумать вариант. Как оправдать того, что Бог, будучи развернутой логикой, зачем-то вступает в мир, чтобы ее развернуть почему-то в мире. Чтобы потом прийти к самому себе, обратно вернуться к философии Гегеля, да, и как бы осознать, что вот эта логика, она развивалась, да, и тем самым достигла абсолютного тождества, да, в абсолютной идее. Ну, я не вижу никакого оправдания. На самом деле, философия Гегеля, она точно так же не может решить вопрос. И вот это одна из проблем философии Гегеля, которая скрыта вот в ее недрах, которые ее разрывают. На самом деле, она разрывается всего того, что вот мышление и сознание там отождествлены. Если их раз отождествует, вот тогда такой проблемы не возникнет. Потому что Бог не является логикой. Вот что проблема. Никакой развернутой логикой он не является. Если Бог является, как мы обсуждали, некого рода топосом, да, топосом в нашем сознании. Неправильно я говорю, что не Бог является топосом в нашем сознании, а что мы, у нас есть способ доступа к Богу через некого рода топос. А вот у нас есть место, которое можно назвать топосом абсолютного сознания, с помощью которого мы имеем доступ к Богу. Кстати, вот по поводу доступа. Мы же обсуждали уже, что у человека есть такая структура. Это просто здесь уместно опять повторить, да, что наше сознание, оно имеет структуру как бы двойственную. С одной стороны, мы отличаем в этой структуре нечто, что как бы относим к себе, а с другой стороны, мы отличаем от себя нечто другое, что мы относим к другому. То есть она вот такая двойственная, всегда выглядит в виде интенции такой разорванной. И на самом деле, что такое вот этот топос абсолютного субъекта? Просто вот этот вот топос, объектный топос, да, вот есть субъектный полюс, а есть объектный полюс, да, вот эта интенция, которая разорвана, да. И вот в объектный топос может вступить разный модус. Нечто может вступить в модусе вещи, нечто может вступить в модусе растения, животного, человека и абсолютного субъекта. То есть это разные модусы вступления в отношения. Независимо от этих модусов, само отношение как структура всегда присутствует. То есть я всегда на самом деле, всегда есть полис субъектный и всегда есть полис объектный. То есть вот этот разорванность или там зазор, как у Хадиггера, ну это поставленная тема всех философов, она всегда присутствует. Меняется только вот, только в объектной топосе могут возникать всякого рода движения. Вопрос, когда мы говорим об откровении, что для того, чтобы Бог явил себя в откровении, необходима наша способность воспринять это. На самом деле вот в разговоре вот в этих топ-модусах означает, что мы должны признать, что то, что в нас входит в неком модусе, что этот модус таков. Допустим, если входит в нас в этот топос объектности, если входит, допустим, человек, то мы можем не признать, что это человек, а можем, допустим, сказать, что это вещь. То есть всегда требуется момент признания. Точно так же, если входит, допустим, наоборот, если вот есть люди, которые умудряются там отчеловечивать, допустим, вещи, входит вещь, но для человека она входит в модусе некого живого существа, да, допустим, животного или даже человеку. Некоторые там с машиной своей разговаривают, некоторые имена дают каким-нибудь там своим шарфиком там. Шарфиком? Ну, у меня была такая подруга, шарфиком давала. Один Нобелевский лауреат. Давала имена. У нее все было одухотверено, а все как бы было... Ну, она как бы со всеми своими вещами и любимыми общалась, как будто бы с субъектами. Один Нобелевский лауреат, который электрон держал в ловушке, сейчас он электрон, который держал, называл пресцилла. Он был уверен, что он женского пола. И когда ему не удавалось все-таки его удержать, он говорил, пресцилла, покинул меня. Пока удерживал, так вот тронулся чуть-чуть. Короче. В любом случае, вот здесь вот есть такая интересная вещь, как раз связанная со свободой. Признать или не признать? Когда мы говорим о том, что Бог пытается сохранить нашу свободу, и его богословие-то постоянно есть, что Бог ценит нашу свободу и общается с нами не с позицией какого-то господина повелевающего, хотя и такое богословие есть. В христианском богословии Бог сообщается с нами, как отец к своим детям, то есть с позицией все-таки свободного отношения. Так вот, в богословии эта свобода выражается в том смысле, что всегда я именно являюсь тем, кто признает, да? Всегда требуется мое разрешение на что-то. Всегда ничто, меня, никакое содержание не может не войти, даже если оно входит, там, пытаясь мной завладеть, там, да, с позиции, там, пытаясь вот это во всей своей достоверности представить, да, там, допустим, может, допустим, если там передо мной возникнет какое-то чудесное явление, начнут там что-то гореть, кусты там какие-то, там, и что-то может происходить много всего, да, я все равно могу сказать, что это просто галлюцинация, это никакой там, допустим, ни ангел, ни бог, ни что-то в этом роде. То есть все равно это все не войдет в меня, если я этого не захочу. То есть всегда остается свобода признать откровение, да, или там, согласиться с ним или не согласиться. Если ты парень сам идешь, и на тебя несется поезд, тоже остается свобода признать его, как несутся на тебя поезд или нет. Смотри, что интересно, даже в этом случае остается свобода. Ты можешь не признать, понятное дело, что скорее всего тебе поезд снесет, и все тебе там... Ну, все равно у тебя остается такая свобода, она все равно есть. И в твоем мире, который исчезнет через несколько секунд, что там все равно останется, что ничего такого не было, что это была галлюцинация. Ты, конечно, вместе с этим миром исчезнешь, но тем не менее в твоем мире останется все-таки утверждение, что поезда не было. Это и означает утверждение, что все есть в сознании. Понимаешь, вместе с сознанием исчезает весь мир. Если сознание не отключается, там что с ним случается. Так вот, это вопрос, относящийся к свободе. То есть, на самом деле, сама в богословии просто присутствует сама вот эта вот неоднозначность того, что всякий раз явление может быть истолковым. Всякий раз этот топос, он может быть определенного рода интерпретирован. И вот это вот неоднозначно, оно всегда будет присутствовать. И поэтому всякий раз вот богословие будет находиться на грани того, что, допустим, если речь идет уже о предельном вопросе, есть Бог, допустим, или его нет, оно всегда будет находиться в этой неопределенности. По этому поводу хорошо вот Дедеда сказал, что настоящие верующие, они всегда на самом деле находятся вот в этом предельном состоянии. То есть, они одновременно и неверующие. То есть, только в этом отношении можно оставаться верным Богу, когда ты одновременно находишься в позиции и того, что ты веришь в существование Бога, и того, что ты одновременно не веришь. Но это просто сама феноменологическая структура, она просто именно так выстроена. Потому что всегда есть способ признавать, не признавать. И даже если брать уже примеры феноменологические, феноменологические, да, то есть из церковной жизни, то даже по поводу чуда всегда есть сомнения. То ли это чудо, да, то ли это что такое. И даже о святые отцы всегда учат, на самом деле. В общем, к чуду надо относиться тем способом, что не отрицать его, да, но не признавать. То есть, как бы вот какая-то такая нейтральная ситуация. Потому что это та самая ситуация, точно так же, как и во всех других вопросах богословия. На самом деле, мы всегда находимся здесь, поскольку мы на пределе, нам в пределе находимся всегда, да, поскольку вот тот топос, о котором идет речь, а именно абсолютного сознания, он не считает как бы предельное, то мы здесь не можем делать окончательные выводы и никогда не сможем. Это та же проблема, как вот в математике по поводу бесконечности, да. Нельзя будет решить этот вопрос никогда. То есть, можно ли, допустим, математику развивать только исходя из утверждений, связанных с конечными этими операциями, или все-таки предельный переход возможен, да, в бесконечности. То есть, вот это вот та же самая проблема. И в математике, я так подозреваю, что она не сможет быть решена, и в богословии. То есть, богословие здесь не является чем-то, я просто хотел этим примером указать, чем-то особенным. То есть, иногда просто богословие, просто говорят, что, ну, тут вы понимаете, вы начинаете рассуждать о таких вещах, о мире самом по себе, о каком-то там предельном состоянии сознания, как-то абсолютном сознании и прочее. Но точно так же математике можно там вменить, а как они это делают, как они об этом могут рассуждать. Да, или даже взять физику, которая пытается тоже рассуждать о неком там возникновении Вселенной, да, там, теории большого взрыва и прочее. То есть, на самом деле, это вкоренено в наше мышление изначально. Мы просто сейчас опять сделали маленький круг, да, опять вернулись к этому изначальному вопросу, что всегда будет такая неопределенность здесь. И мы должны, еще раз повторяю, что держаться в феноменологичности. Мы должны не отрицать, да, не делать категорических утверждений. Мы должны просто пытаться разобраться, в чем состоит различие. Как этот вопрос выглядит с позиции достоверности. Вот вопрос выглядит именно так, да, что всегда возникает некая двойственность, и по поводу этой двойственности мы всегда будем высказывать и да, и нет. Всегда будем говорить, что ее так вот, и вот иначе, да, и как именно, мы не знаем. И, собственно, разговор тогда о богословии, он состоит в том, что мы должны поле разведывать. Мы должны двигаться и разведывать поле. Потому что если вы сейчас, мы после вот той критики, которую я предлагаю, да, вот богословию мышления, что она на самом деле просто не состоит, она начинает с противоречий, когда и не может его разрешить. И просто каждый раз, углубляясь, да, и пытаясь его разрешить, оно всякий раз впадает еще в более сложное противоречие. То есть если мы становимся на богословии сознания, то такие противоречия снимаются, но тем не менее там возникают другие роды проблемы. Но вот в частности такая интересная проблема, она связана с тем, как соотносится абсолютное сознание и наше единичное сознание. Потому что если наши сознания принадлежат общему абсолютному сознанию, то да, да, интересный разбор получается. То ли все мы, все наши сознания, какие существуют, в совокупности составляет сознание абсолютное, да, вот если так, как мы говорим, что есть единичное сознание, а есть, скажем, общественное сознание. Вот в некотором таком вот обобщении, можно было бы сказать, что есть некое абсолютное сознание, которое состоит из наших единичных сознаний. Это один разговор. Тогда бы получалось бы некое древнее представление о божестве. В эллифсинских мистериях представление, вообще говоря, сама идеология этих мистерий состояла в том, что постоянно воплощался в неком роде действий изначальный миф о Дионисе, которого разорвали титаны, и вот из частей этого Диониса и из материи образовались люди. И в каждом из людей присутствует частичство Бога. И когда люди собирались вместе и шли в процессе, в некого рода иступлением, достигали своего рода иступления, в некого рода пляска, в эргоистическом шествии, они тем самым восстанавливали, само это шествие, сама эта толпа становилась олицетворением восстановления этого Бога Диониса заново. То есть они как бы объединялись в нечто одно, и тем самым эта толпа символизировала возрождение Бога Диониса. Здесь опять же существует изначальная логика, что сначала Бог разорван на частички, из которых люди состоят, а потом каждый раз в человеческом коллективе собирается. И вот эта логика точно так же является одним из возможностей понимать, что такое абсолютное сознание. То есть можно понимать абсолютное сознание, как некое общее сознание, если все-все-все сознание собрать, это одно представление. Второе представление, оно как раз уже является более христианским, что все-таки есть некое абсолютное сознание, оно иное, чем наше сознание. А наше сознание, хотя и не является частями этого абсолютного сознания, но тем не менее отдалились от этого абсолютного сознания. Можно было бы сказать, что мы как бы обособились сначала от абсолютного сознания, это называется грехопадением, для чего? Для того, чтобы стать самостоятельным, для того, чтобы обрести некую автономность. Иначе говоря, мы изначально принадлежим к божественному сознанию, но тем не менее получили некий надел, некую отчину. И вот эту отчину мы можем теперь использовать, абсолютное сознание это разрешило. В этом и состоит суть, для того, что абсолютное сознание позволило быть нам. Оно просто отдало самого себе нам, каждому из нас частичку Бога, Бог в каждом из людей. В том смысле, что у каждого есть сознание, каждый обособлен от этого абсолютного сознания. И это сознание ему дано как бы в удел, он может им пользоваться, он может направить это свое сознание на то, что он желает. Одни могут направить его в направлении Бога, другие могут по направлению других каких-то отношений. Это уже касается его личной свободы. И тогда процедура состоит в том, что сначала падение человека состоит в том, что мы обособляясь от абсолютного сознания, все больше и больше обособляемся, становимся самостоятельными. А уже вот обратное движение, возвращение в это абсолютное сознание, есть своего рода движение к божеству, обожение. То есть возврат обратно в абсолютное сознание. Но уже тут возникают новые качества, а именно то, что вот каждая частичка этого абсолютного сознания, которое нам обособлено, она становится чем-то самостоятельным, она становится чем-то цельным. То есть получается, что есть абсолютное сознание, и тогда у этого абсолютного сознания есть возможность также себя продублировать, если так можно выразиться, в некого рода частных сознаниях, относительно этих цельностей. То есть об этом говорят, что вот макрокосм подобен микрокосм, да, там, вот, микрокосм подобен макрокосм. То есть вот такая, что мы в том смысле, что мы становимся самостоятельными, и благодаря некой обособленной жизни научаемся вообще быть личностями, да, и понимаем, что такое личности. Зачем это нужно? Для этого нужно просто для того, чтобы Бог мог с нами соотноситься, да. Тут даже разговор о нужном, здесь нет такого разговора о нужде, да. Просто идет разговор о том, что есть некая логика, да, есть нечто одно, и как вот в этом одном возникает множество. Это множество возникает тем способом, что от одного нечто обособляется, становится самостоятельным, подобным этому одному и возвращается, да, и это вот движение. Есть движение человеческой истории. И оно похоже, опять же, на то, что мы видим в философии неоплатоника, да, вот где есть на вершине есть нечто одно, и причем это одно не является мышлением, потому что мышление изначально всегда двоит, да, мышление есть как в ему заключении переход, оно от одного к другому. Мышление никогда не может нечто удержать как одно. Оно всегда, или, допустим, мышление считает, допустим, время. Оно сначала говорит одно, а потом как бы другое говорит. Значит, говоря, всякий раз мышление всегда связано с множественностью, и поэтому у него платоников к одному можно восходить только путем некого, некой особой процедуры. Может, кстати, это ответ на гигелерский. Это ответ на гигелерский дух. Почему как бы у гигеля он должен в истории развиваться, потому что только в движении как бы он является самим собой. То есть мышление только в движении как бы может быть одновременно одним и многим. И его движение делает его многим. Вот эти переходы, различия, которые в движении духа заключены, они, собственно, сохраняют мышление как мышление. И в то же время он предстает как одно. Непонятно? Тут, знаешь, что важно? Сначала надо понять, как они плотно понимают вознесение к Богу. Понимаешь, что они не различали сознание и мышление. У них получалось, что различие было между переживанием и немышлением. Получалось, что к Богу они возносились только переживанием. Это тоже неправильно, на самом деле. Потому что то, что плотин, допустим, несколько раз, я не помню, то ли три раза в свою жизнь, то ли шесть раз в свою жизнь возносился к единому. Так вот, возносился, на самом деле, он сознательный. Вот в тот самый топос, по которому мы говорим. Вот этот топос просто, согласно неоплатоникам, называется одно. Это топос сознания, на самом деле. И никакие переживания туда не... То есть переживание может туда вознестись, но тогда оно будет переживательным. А ведь все-таки здесь должен быть моду содержательности. Когда мы говорим одно, в этом есть некое содержание. Это же не просто переживание. Еще просто была такая философия якоби, которая пыталась решить картовские проблемы. Ведь в чем состоят картовские проблемы по отношению к Богу? Он говорит о том, что мы мышление можем использовать только для цели фиксации опыта. То есть наше мышление всегда конечное. По поводу бесконечных каких-то сущностей, таких, как, допустим, абсолютных, мы ничего не можем сделать, потому что здесь мышление не опирается на опыт, а и запутывается в диалетических противоречиях. Ну, этих антинометров. И эта проблема, как бы, она настолько, как бы, поразила всех, да, вот, что с ней, например, возился с одной стороны Гегель, который пытался ее решить там, со своим образом, да, он придумал способ, как-то, 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 начал говорить о бесконечных понятиях, да. То есть есть понятие, как бы, конечное, есть бесконечное, и прочее, прочее. Вот его теология, она связана с тем, что он пытался, опираясь на вот эти вот антиномии, утверждать, что они, на самом деле, являются не отрицанием способности разума, да, а наоборот, его являются достоинством. То есть не недостатком разума, а достоинством. Вот он пытался так вот все переинтерпретировать. А был некий Якоби. Он, по-моему, тоже немец или француз. По-моему, он немец. Немец? Или датчанин вообще. Или датчанин, может быть. Вот это Якоби с другой позиции подошел. Он сказал, что абсолютные такие вещи постигаются, никогда не постигается мышление, постигается только переживание. Непосредственно переживание. Получалось так. Получалось, что как бы мышлением, как бы мы не обращали мышление на Бога, мышление никогда не достигает своего результата, потому что оно конечное, да, и оно не может никогда бесконечную сущность этого ухватить. И оно всегда, если пытается это сделать, то будет запутываться, то есть он согласен со скандой, что будут запутываться вот этих антиномий. Тогда получается, что есть единственный способ восхождения к Богу, это с помощью переживания. Причем, заметьте, что интересно, что вот Гегель, если кто-то интересуется этим вопросом, может взять лекцию по истории философии. Для него настолько якобы существенная философия, и настолько он чувствует, что вот в некую роду правоту якобы, что он на самом деле посвящает очень много страниц обсуждения этой философии, хотя она простая. Дело в том, что в чем тут проблема, согласно Гегель? Гегель говорит, что если абсолют схватывается только непосредственно, то единственное содержание у этого абсолюта это будет его бытие. Никакого другого содержания не будет у него. Но это не так уж и плохо, да? Да, это не плохо, конечно. Он и говорит, что ведь это не плохо. У него же на самом деле философия и тоже есть такая определенность. Она никуда не девается. Но он говорит, а как же вся остальная определенность? А всей остальной определенностью якобы нет, потому что у него мышление, которое может дать эту определенность, оно запутывается в антиномиях. И получается, что движение якобы, его философия, она именно с той стороны недостаточно, что она не может дать понятие Бога, а как раз понятие абсолютное. А как раз именно со стороны понятия-то как раз критикует его Гегель и говорит, что надо же указать это понятие. То есть вот именно Гегель, он как бы прошел между Ссылой и Харидией, между философией Канта и философией Яхоби. И вот у него был третий вариант решения вопроса. У него получается, что, конечно же, Бог в том числе и непосредственно переживание ухватывается. Так, а нужно вот действительно верующему человеку знать что-то, кроме того, что Бог есть? Нужно ему иметь какое-то, содержать понятие Бога? Если мы говорим, не, на самом деле верующего не надо, конечно. И большинство людей, которые, знаешь, там как раз так, то ли верят, то ли не верят, спрашивают, а вы верите в Бога? Ну, я верю во что-то высшее, там, да? Вот, ну, в Бога, не в Бога, в церковь никакой не хожу, в никакой конфессии не принадлежу, но вот во что-то такое, как бы, высшее верят. Вот во что они верят? Наверное, у них как бы есть вот это, как бы, переживание бытия Абсолюта. Вот, но ничего конкретного они сказать не могут про это. Ну, понимаешь, вопрос, а вера, не вера, об этом можно разговаривать только с точки зрения некого рода примеров, да? Просто мы когда дорисуемся к людям, да, там, мы должны просто указывать, о чем вообще разговаривать. На самом деле, в богословии такого деления не может возникнуть. Что это означает? Либо мы обсуждаем нечто достоверное, а вера, или верить, не верить, это что? Я говорю, что почему, как бы, мы считаем, что, говоря о Боге, мы должны говорить нечто большее, кроме как о его существовании. Да. Может быть. Даже, как бы, вот это, у Щербакова в какой-то песне, со ссылкой, якобы, на какие-то там древние тексты, там, вот, там звучит так, говори о Богах, что они существуют, либо молчи. Все как бы. Это достаточно древняя мысль. Я хочу древнюю, а уходи, верни, так что, это у многих. И это, вообще говоря, не является невозможной позицией. Это одна из позиций. Но ты сам пойми, что для нас такой Бог, который является только бытием, он недоступен поклонению. Об этом незнаемый некий Бог. Помнишь, вот сказано в этом Евангелии, что апостол Павер пришел к Афинянам, да, у них, наверное, на святилище было написано, да, святилище, или там, алтарь неведомого Бога, да. Он сказал им, что вот того самого неведомого Бога я вам проповедую там, пришел проповедовать. Ну, что значит неведомому, как можно поклоняться неведомому Богу? Ну, вот так. То есть, Бог есть, и чему ты поклоняешься здесь? Он есть, и что? Должно же у него быть какая-то содержать. Это вполне определенная вещь была у этих Афинянок, алтарь неведомому Богу. Это же они, ну, наверняка же есть еще какой-то Бог, которого мы не знаем. А они же пантован, у них же пантован, в чем смысл-то его был? Они ведь завоевывали мир, и всех Богов, которых они находили у кого-нибудь в культуре, они включали их в свой дом, чтобы у них полный спектр был, чтобы, как бы, полная коллекция. И они думали, что вот есть еще какой-то ведь неведомый Бог. Это как памятник неизвестному солдату. Да, да, да. Вы пытаетесь к этому слишком наивно отнестись. Дело не в этом. Дело в том, что Бог трансцендентна, это сущность. Если он трансцендентна, значит, что не познавал. Я говорю тебе про конкретный алтарь в Афиняхе, что они там подразумевали? Ну, я понимаю, да, просто... Может, они умнее были сегодня? Вещь-то в чем состоит? Бог трансцендентна сущности. Он, конечно, для нас не познаваем. И мы своими усилиями никогда не можем к нему подняться, сколько бы мы ни делали. Но он одновременно, мы бы это подразумеваем, что он является личностью, и он своим откровением к нам нисходит. То есть именно он нисходит, понимаешь? Не так, что мы можем. А он позволяет с ним не зайти вниз. Откровение там, какая-то личность. Я, честно говоря, доставни-то подробности не знаю. У Бердяева он там все якобы-якобы любил. Просто если мы считаем, что Бог постигается только через переживания, мы никогда не можем тогда указать, в чем состоит определенность такого рода Бога. Я не знаю, как якобы там в конце с концами сшивает, подозреваю, что у него ничего не получается. Потому что Бог, доступ к которому есть только через переживания, а не через мышления, он не может иначе никак быть определенным. И все остальные определенности, которые мы имеем, допустим, в религии, все они оказываются недостоверными, своего рода там... Какая что-то там плохого-то? Нет, в это плохого ничего нет, но мы же хотим на самом деле богословие построить. А богословие-то своего рода все-таки попытка достигнуть некого максимально возможного знания, некого максимально возможного достоверности о том, что можно было бы сказать содержательного о Боге. То есть если мы встанем на позицию якобы, хотя она возможна, конечно, то просто... Он уже сказал. Да, это будет одна... Тут сказать больше уже ничего нельзя. И дальше мы должны просто как бы уже сидеть и молчать. Переживать. Переживать, да. Но как бы мы все-таки вместе, я подозреваю, что и вы, и я, вместе с Гегелем, будем двигаться дальше. Не, я, конечно, с якоби. Ты с якоби останешься? Ну, я тут с вами посижу. Я, конечно, с якоби. Продолжение следует...